Зачем русские солдаты Первой мировой выкладывали перед окопами хворост? В период Первой мировой войны русские солдаты выкладывали перед траншеями охапки хвороста. Зачем они это делали? Война химиков Первая мировая война ознаменовалась масштабным применением химического оружия. В условиях изнурительной окопной войны, когда ни одна из сторон не могла эффективно развить наступление, отравляющие вещества стали одним из самых действенных методов уничтожения противника. И здесь как нельзя кстати пришлась знаменитая русская смекалка. Хворост, вернее костры, разведенные перед окопами, стали одной из контрмер, придуманных русскими солдатами против химического оружия. Существовало несколько типов химического оружия, от просто вредоносных, например, слезоточивого газа до смертельных, таких как хлор, фазген или эприт. Первым смертельным газом, который начала использовать немецкая армия, стал хлор. Продукт производили в качестве побочного вещества при получении красителей. Он имел желтовато-зеленый цвет. При вдыхании, газ вызывал ожог легких, образование в них хлорноватистой и соляной кислоты, затрудняющей дыхание и приносящих нестерпимую боль. Сильная концентрация приводила к гибели. В 1915 году хлор был вытеснен фазгеном. Вещество было синтезировано группой французских химиков под руководством Виктора Гриньяра и отличалось отсутствием цвета и запаха, что сделало его более эффективным. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. И обязательно включите уведомления. Иприт начали применять с 1917 года. Он представлял собой маслянистую жидкость, которая разбрызгивалась на позиции врага минами. При попадании на кожу, он вызывал язва. Особо чувствительными к иприту были глаза. При попадании паров в легкие, он также вызывал удушие и боль в груди. Газ был тяжелее воздуха, он стелился по земле и с помощью ветра, незаметно добирался до окопов. Особенно страдали те люди, которые лежали в носилках или спали в блиндаже. В качестве контрмер, помимо противогаза, люди смачивали повязки и прикрывали ими лицо. Вода растворяла газ и не пропускала его в легкие. Солдатская смекалка. Надо сказать, что противогазы в русской армии на передовой были далеко не у всех. На одни марлевые повязки тоже никто не надеялся. Поэтому солдаты придумали дешевый, но относительно эффективный способ. Они раскладывали охапки хвороста перед окопами и поджигали его во время газовой атаки. Горячий воздух поднимал отравляющие газы вверх, а сами бойцы ложились на дно окопа. Таким образом, смертельные вещества не попадали в траншеи. К слову, Российская империя химическое оружие тоже применяла. С лета 1916 года армия ежемесячно получала до 15 тысяч ядовитых снарядов. В широких масштабах они были использованы в ходе Брусиловского прорыва и показали высокую эффективность при подавлении артиллерийских батарей противника. Редактор субтитров А.Семкин